Из-за непогоды 9 августа в столице пострадало 185 автомобилей, сообщает мэрия Кишинева. Тем, у кого оформлен полис КАСКО, компенсацию выплачивают страховые компании, объясняют юристы. А вот тем, у кого нет, получить возмещение ущерба будет сложно, но возможно. Сделать это можно в судебном или досудебном порядке, потребовав средства у предприятия Ассоциации зеленого хозяйства. Так, за последние две недели поступили уже 12 водителей. Пострадавший водитель имеет право на компенсацию. Если дерево упало на мою или чью-либо другую машину, он может в первую очередь потребовать компенсацию от Ассоциации зеленого хозяйства. Я гарантирую, что они ее получат, потому что там, где дерево, должны были выкорчевывать. Но этого не произошло. Вина на этом учреждении. Водитель должен в первую очередь запечатлеть произошедшее на камеру, затем вызвать полицию, чтобы у него был документ от госучреждения, рассказывает юрист Георгий Аворник. Следующий шаг – обращение в Ассоциацию зеленого хозяйства, которое должно установить, в каком состоянии было упавшее дерево. Конечно, я бы принял меры для оценки ущерба. И почему бы не провести внесудебную экспертизу у таких учреждений, как Молтилва, которые могут сказать, каково было фитосанитарное состояние дерева, потому что от этого зависит вина управляющего сектором. По словам специалистов, если упавшее дерево было частично сухим или гнилым, то независимо от того, как была припаркована машина, ответственность за происшествия несут работники Ассоциации зеленого хозяйства, которые не приняли должные меры. Каждый будет нести свою ответственность. Я, например, за возможную незаконную парковку согласно Кодексу о правонарушении. То, что я припарковался незаконно, не освобождает от ответственности управляющего указанным фондом, если указанное дерево было сухим и давно должно было быть срублено. Важно, чтобы во всех этих ситуациях у пострадавшего водителя был действующий техосмотр. И РЦА, добавляют юрист. Однако, если на автомобиль упало здоровое дерево во время действия предупреждения о метеоопасности, его владелец не может требовать компенсацию от Ассоциации зеленого хозяйства. Сейчас все изменилось. Мы уже не говорим о форс-мажоре. Мы говорим о неподконтрольных обстоятельствах. И если мы говорим о том, что сила ветра настолько высока, что он валит, в том числе и здоровые деревья, то это ситуация, которая может быть использована предприятием в качестве освобождения от ответственности. Если автомобиль поврежден настолько, что его невозможно отремонтировать, мэрия должна будет выплатить шоферу примерную стоимость транспортного средства на рынке в тот период. Кроме того, потерпевший может потребовать возмещения расходов на судебные процедуры, а также морального вреда. Само понятие ущерба сложно. Это может быть и моральный ущерб, стресс, бюрократия. Вы не представляете, через что проходит человек. А так все это ущерб, в том числе моральный, со всеми судебными издержками, потому что ущерб можно взыскать только через суд. Руководитель муниципального предприятия Ассоциации зеленого хозяйства Виктория Коваль рассказала нам, что в этом году более 30 владельцев автомобилей обратились к ним с просьбой компенсировать ущерб причиненный их собственности. Однако она не смогла сказать нам, сколько из них получили деньги. Глава муниципальной компании утверждает, что проверить все деревья в столице невозможно. На объявленный тендер никто не откликнулся. Тем временем шоферы говорят, что как могут избегать парковки под деревьями во время дождя. Я должен найти безопасное место, когда идет дождь. Есть опасность, что оно упадет и повредит машину. Я паркуюсь в специально оборудованных местах и во время грозы стараюсь не парковаться под деревьями. В столичной мэрии подсчитали, что ущерб, причиненный ливнем, прошедшим две недели назад составил 20 миллионов леев. Больше всего пострадали секторы Рыжкань и Чокана.